как отличить хорошего юриста от плохого запилил продал ну это наш культурный код где искать потенциальных инвесторов ай блин и ты меня аж под блин и действительно успеха деньги приходят когда ты работаешь над этим любой нотариус скажешь что самый злейший враг человек в родственнике ребят всем привет у нас сегодня новый выпуск и в этом выпуске речь пойдет о стартапах но будем говорить мы сегодня не стартапером а с юристом у нас гостях рустам как раз таки тот человек который помогает людям оставить стартапы в их руках привет рустам привет передавать рад быть здесь спасибо за приглашение классный канал как ты и сказал меня зовут рустам рафиков я управляющие партнеры юридической компании рафиков и партнеры мы занимаемся сопровождением инвестиционных венчурных сделок сделок слияния поглощений помогаем стартапом как эти бизнеса так и любому другому растущему бизнесу выйти на глобальный рынок совершить сделки с венчурными фондами с фондами с бизнесом ангелами и все что связано с этим это наша любовь для сегодня добавила цифровая экономика технологии медиа и так далее так далее давай начнем сейчас со статуса предприниматель или ты юрист я юрист но в то же самое время предприниматель дело в том что в россии есть положение о статусе адвоката и статус адвоката так исторически предполагает запрет на занятие предпринимательской деятельности есть и минусы в этом всем потому что очень много мошеннических юридических фирм либо юристов которые не являются таковыми берут деньги с населения очень много таких случаев кейсов к сожалению поэтому рано или поздно этот рынок будет зачищен уже есть программа который утвердил менюс соответственно будет будет статус адвоката у людей и адвокатские палаты ну в то же самое время адвокаты тоже не нельзя сказать что если адвокат это сто процентов квалифицированная помощь потому что бывает и в регионах и в москве встречаются различные люди но собственно люди это люди также юристы это как врачи бывают плохие бывают хорошие как ты пришел в эту профессию с чего началась твоя карьера началась профессии в принципе мечта но я всегда хотел быть юристом мне нравилось возможно по складу ума я был гуманитарий я изначально заинтересовался языками программирования хотел быть айтишником изучал basic паскаль в школьные года а потом понял что что-то у меня не получается эти елочки строить рисуешь больше тяготей гуманитарным знанием соответственно поступил в университет не очень там какой-то краснознаменный немного грустил но потом дальше продолжил образование магистратура и манчестерский университет и как-то даже выгорел в профессии настолько устал что решил больше посвятить себя предпринимательству бизнесу занимался различными проектами потом понял что нужно еще немного поучиться и вот поехал в голландию получать mba сейчас вернулся потому что юриспруденция все что я умею супер хорошо делать и в этом я уверен остальное нужно подтягивать навсегда есть точка роста то куда стремиться ну соответственно продолжаем вот юридическую практику своя мы находимся вправо 300 впереди еще куча всего куда двигаться развиваться расширять горизонты сколько лет ты уже в юриспруденция наверное уже лет 9-10 но что такое если посчитать я начинал практиковать и стажировался со 2 3 курса я всегда нам потому что мне это нравилось я не просто учился всегда искал какие-то знания где только не работал в плане стажировок но основное то что мне дало какие-то плоды это консалтинг то есть оказание таких высококлассных юридических услуг крупным компаниям клиентам где все ходят в костюмах впрочем как кино стиль такой ну и в дальнейшем я работал в телекоме в мегафоне занимался сделками слияния поглощений в фондах и прочее прочее ну а дальше начал свою практику потому что параллельно всегда приходили какие-то клиенты просили что-то сделать на выходных сидел и понял что нужно сделать этот важный шаг выйти из корпоративного мира и уйти самому практиковать то есть такой элемент предпринимательства здесь тоже есть страшно было выходить потому что когда ты работаешь на зарплате ты ходишь на работу за зарплаты и ты понимаешь что 1-15 ты получишь зарплату а предпринимательство это все по-другому да это это правда вот что-то испытывал и как ты в тот момент рассуждал какие у тебя были ну конечно испытывал там тогда снимал квартиру нужно было платить и коммунальные платежи еще что-то еще обучение доплачивать конечно было очень страшно было страшно но было не так страшно до того момента когда получилось так что клиенты перестали давать новые задания и получилось такое плата когда нет клиентов нет ничего и ты сидишь и думаешь как дальше жить но начинаешь дальше развиваться крутиться не тратишь это время на какие-то размышления бездумные там мысли философски работаешь над собой изучаешь новые темы что-то читаешь что-то начинаешь разбираться общаешься с людьми то есть двигаешься и как-то выходишь из этой ситуации и это тебя больше заряжает у тебя больше силы появляется на то чтобы сделать и когда ты видишь что-то людям реально помог и решил их задачу это мне кажется самое приятное что может быть вот ну в моей профессии когда ты реально решаешь проблему особенно если кто-то другой не мог ее решить или кто-то другой не мог ее предложить к решению либо ты помогаешь акционеру человеку который хочет что-то сделать у него получается делаешь это качественно это самое самое приятное чувство давай уточним вопрос касаемо того как ты перешел из наемного сотрудника к предпринимателю то есть ты работала одновременно и наемным сотрудником и делал что-то свое или ты просто уволился я я я делал да свое причем достаточно давно делал свое я не сидел на какие-то сайтах типа по поиску вакансий или подработок но тем не менее я что-то смотрел общался с людьми говорил что я юрист там-то работаю люди говорили посмотри когда ты делаешь это бесплатно ради интереса потому что тем самым обучаешься читаешь то есть ты познаешь больше какие-то отрасли потому что юриспруденция также как и врачи у них свои отрасли соответственно нарабатывал какую-то базу и были люди и там уже понимаешь что тебе интересно то есть какая отрасль где ты больше всего разбираешься ты хочешь ну набрал вот какой-то пул клиентов да было интересно помогал им поработал субботу-воскресенье вообще без выходных еще параллельно иногда учился соответственно это было тяжело и вот выход из отзар с наемного сотрудника к в такую некоторую бездну был не слишком такой трагичный но было как я сказал трагично потом когда проекты стали утихать там связи с временем года лето осень зима когда деловая активность снижается у населения либо когда просто проекты заканчиваются либо там финансирование не получил заказчик и он говорит что мы приостанавливаем процесс либо просто поругались продавец покупателям ну в хорошем смысле слова не сошлись по цене не сошлись по активам увидели риск либо мы юристы сами сказали здесь риск не стоит покупать как бы и получать что нет клиентов и как долго это плату было когда не блок ну наверное но были клиенты но они мелкие были некоторые не позволяли прожить на еду хватало на еду ну да еле-еле хватало не сказать что хватало бы на хороший офис на там на что-то еще но постепенно постепенно это все приходит зависимости от работы над собой работой над проектами когда ты делаешь новые проекты что-то интересное снова появляется ну и соответственно так таким образом развиваешься правильно понимаю что у тебя деньги они не стоят на первом месте на первом месте это результат а потом только да разумеется это все само приходит и действительно успеха деньги приходят когда ты работаешь над этим когда именно над тем что ты умеешь лучше всего делать а не распыляешься окей вопрос следующий как отличить хорошего юриста от плохого на рынке очень много юриза очень много юристов так или иначе каждый человек сталкивается с юристом кто-то больше кто-то меньше предпринимателя это тот кластер людей которые постоянно сталкиваются с юристами как вот на что обратить внимание по каким критериям можно сразу же понять машинника это либо действительно толковый ну на рынке юридических услуг то что называется топовые юридические услуги обычно есть различные международные российские рэнкинги то есть это рейтинги по которым оценивают по каким-то параметрам юридические фирмы это одно второе это когда юрист действительно специализируется я бы сказал то есть если мы говорим о самой высокой ставки юридической если вы хотите найти высококлассного там специалиста по самой дорогой ставки то наверное стоит на это обращать внимание но это тоже субъективно до 2 это опыт юриста то что он реально делал то что он умеет делать как он генерирует идею потому что юрист это творческая личность больше потому что можешь предлагать различные схемы как это сделать как он это генерит либо он говорит на все нет тут запрещено давайте сделаем так либо он предлагает варианты мне кажется это самое правильно когда человек предлагает варианты ну и третье наверное образование все-таки то есть его опыт потому что право научиться за четыре года бакалавриата можно но у нас много правоохранительных органов юристы но это все обесценивается когда юрист ну вот я понимаю когда общаюсь с некоторыми людьми ты понимаешь что уровень его знаний он очень узкий и вот на выработку вот этого правового сознания на выработку такой системной системного правового сознания мышление в сторону там понимание добра справедливости что за люди добро где зло как бы говорится как бы это не звучало философски это действительно нужно время это процесс который не может просто за четыре года сформироваться мы берем стажеров и мы понимаем что сегодня образование очень сильно хромать юридическое закон они же меняются каждый закон и меняются да это 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 правда то есть поэтому а у нас в институтах учит как раз законом нужно учить системе и нужно решать задачи собственно вот практическая сторона юриспруденции сегодня страдает если вообще стартапа в россии как сделать так чтобы стартапы в россии были на весь мир известны и были именно российские и американские есть конечно есть есть и достаточно успешные и люди которые постоянно что-то пытаются делают есть такое понимание что многие венчурные фонды и прочее прочее они связаны либо с государством либо это какие-то институциональные инвесторы то есть олигархи через свои фонды офшорные инвестируют в стартапы поэтому вот им это нужно а другим это не нужно на самом деле есть еще рынок крупных компаний и госкорпораций и просто публичных российских компаний в различной сфере и эти компании готовы приобретать стартапы эти компании готовы приобретать стартапы не просто как для показухи на а именно для того чтобы а интегрировать команду есть такое понятие покупка компании с командой так как у нас давно уже не крепостное право слава богу но тем не менее в мозгах всегда хочется работодателю до иметь людей которые будут постоянно работать вот мы кстати интересный кейс обсуждали на курсе аккаунтинг бухгалтерии на mba можно ли в строку активы людей вписывать потому что к примеру в юридической фирмы основной актив это люди в футболе основной актив это люди но вот оказывается этические нормы они не позволяют записывать людей в активы но тем не менее это как то делается на то же самое здесь бывает крутая команда предлагать им всем хорошую зарплату вытягивать каждого и чару это дорого легче просто купить их стартапы их проект развивать здесь и помоги что-то дополнительным давать так делают очень многие компании госкорпорации второе направление это когда у стартапа есть какая-то иного инновативная идея технология либо какой-то метод который можно приобрести тогда говорят о покупке актива ssl продажи актива когда покупается именно актив они компания там какая-то не какое-то о но и третье когда уже просто нужно купить компанию покупается компания классическая сделка слияние поглощения когда компания приобретает другую компанию в различных целях нужно еще понимать мотивы компаний крупных либо инвесторов которые инвестируют деньги покупают вашу долю покупают ваш продукт я имею ввиду актив если это фонды то как правило их цель купить поддержать и продать если это госкорпорации это зачастую бывает и пиар получить какое-то конкурентное преимущество например мы купили стартап который позволяет делать что-то что-то очень инновативное тем самым модно до модно и тем самым мы говорим что мы крутые на рынке у нас конкурентность перед другими игроками вырастает за это они готовы переплачивать по факту покупают воздух совершенно верно да за это переплачивать деньги потому что это конкурентное преимущество его невозможно сделать за минуту а при покупке можно это сделать правильно я понимаю что можно хорошо упаковать какой-то начинающий бизнес сделать его модным и пытаться продать в госкорпорации чтобы они были приобщены к модному движению за счет чего они собственно и платят деньги да да совершенно верно здесь на первое место маркетинг да потому что действительно упаковка продукт ну конечно сам продукт должен быть на должен ответ отвечать каким-то требованием соответственно если у стартапа есть понимание что этот продукт может приобрести таллина и корпорации нужно показать нужно найти правильных людей нужно сегодня даже корпорации то что называется корпоративные акселераторы открывают двери потому что легче найти что-то на рынке и взрастить чем покупать дороже у кого-то либо конкурентов поэтому здесь стоит поискать на вот в таком ключе а не ходить даже из обивать двери инвесторов и говорить давайте проинвестировать хотя с другой стороны в штатах в америке другой подход там ищут инновации так сказать корзину набивают и когда корзина полна идут уже к большому инвестору и говорят смотрите в нас уже вот столько проинвестировали у нас то что называется постмани оценка миллион долларов вы разве не хотите дать нам еще один миллион конечно инвестор на это смотрит говорит да столько людей поверила почему я буду в стороне но кейс telegram кейс с теслы к примеру акции тесла по-моему 750 долларов стоит при этом если вы скачаете и отчетность компании есть такой ресурс morningstar.com она убыточная да она убыточная там убытки просто на несколько лет и дивидендов не предвидится но акция стоит 750 долларов и инвесторы продолжают инвестировать да и инвесторы продолжают инвестировать потому что у нас и возможно из-за того что маска сейчас ракету например запустил они верят в него как потенциального стартапера до потенциального стартапера в него верят у него хороший pr хороший маркетинг у него самое главное есть продукт и он инновативный да не так легко как казалось бы построить электрокар потому что не все его вроде готовы и купить на несмотря на низкую стоимость государственные барьеры у нас в россии вроде как плачешь за те же лошадиные силы как и на бензиновом двигатель или дизельном поэтому есть различные трудности тем не менее его не останавливают вот этот предпринимательский дух мне кажется дает заряд всей компании то есть лидер лидеры группы здесь вот такое влияние ну лидером всегда должен питать команду да соответственно команда будет чувствовать эту энергетику и развиваться вместе с лидером на толкать всю компанию мы достаточно долго уже говорим про стартап но большинство умах людей стартап это какой-то айти проект чашка является стартапом до безусловно стола является стартап безусловно то есть любой продукт неважно это идти продукт либо это продукт который мы видим перед нами это стартап да да ими словами начинающий бизнес ну не совсем я бы сказал так стартап это то когда вы используете вот то что называется линд подход легкий такой предпринимательский подход вы не сидите там не заказывайте бизнес-план маркетинговую стратегию вы просто понимаете что вот надо вот это делать есть спрос я продам я буду делать стул с зарядкой к примеру которая встроена здесь и она будет продаваться у меня нет денег как там американцы говорят гараж просто потому что америка одноэтажная у них там у всех гаражи вы можете это делать на даче своей у себя на балконе все что вы начинаете делать это стартап характеристика стартапа в том что во первых наверное это то что на начальном этапе вообще не приносит денежных средств и возможно это будет даже убыточно и никогда не взлетит а второе наверное в то что вам нужны деньги чтобы это потом продать весь бизнес а не взрастить и там оставить на поколение потому что здесь как раз таки на американская модель сегодня очень популяризирована и фильмы к силиконовой долина и мышление людей и сми как раз американская модель говорит о том что вот как колумб он ходил к одной королеве к дугой просил денежные средства сплавать за море в него кто-то поверил ему дали деньги он выиграл а сколько было таких людей которые где-то не доплыли не долетели не доехали утонули их съели там аборигены съели кука да это известный факт тоже предпринимательство тоже такой дух а как раз таки европейская модель рейнская по названию реки рейн германии предполагает что будет семейный бизнес что все вместе все делают семья название компании семейная у нас куча названий компании сегодня это фамилии митсубиси филлипс в россии это мировые бренды до мировые бренды и это европейская модель когда все остается капитал переходит из наследства наследство американская модель приехал запилил продал делает что-то другое вот на мой взгляд у нас в россии есть проблема как раз таки с бизнесом то что у нас нету у людей мышления сделать продукт чтобы он переходил из поколения поколения на все стараются сделал продал денег заработал все избавился никто не думает о репутации никто не думает о перспективе мне кажется что в этом как раз таки есть большая проблема нашей страны потому что когда человек делает бизнес и он рассчитывает что этот бизнес он передаст своему сыну сын передаст своему сыну то отношение к бренду отношения к бизнесу команде ко всему что он делает совершенно другое энергетика другая если вы поговорить с нотариусом да мы постоянно общаемся любой нотариус скажет что самый злейший враг человека в родственнике и это именно в россии потому что более актуально потому что люди не оставляют завещание люди просто не заставляют завещание не пишут наследственных каких-то бумаг которые будут свидетельствовать о том что человек подумал при жизни о том что мой старый москвич примеру или моя бмв или моя квартира перейдет тому то тому то я вот так хочу либо в раных долях потому что человек умирает но это наверное русская душа такая раздор души когда мне все равно катись она по полю но может быть просто люди думают о том что они планируют отойти на покой может быть не думают но тем не менее это действительно факт является фактом потом вся семья разбивается и вот вот этот толкание локтями это конечно печально это нотариусы постоянно видят там такие кодни строится хорошо а как тогда в америке в европе этот вопрос в европе стараются создавать и наследственные фонды и в английском праве есть такое понятие траст доверительное управление это исторически когда капитал переходит из поколения в поколение над этим реально думают об этом принято думать принято планировать да вот говорят немцы педантичные они все планируют вперед но это действительно когда вы общаетесь с немцем он знает что будет делать 31 декабря в шесть часов я конечно утрирую но тем не менее у все знает то есть вот правило все жестко в россии так не принято почему об этом не думают не знаю но сегодняшнее поколение выросших так сказать богатых людей состоятельных предпринимателей уже додумаются об этом и у нас появилось законодательство наследственных фондах то есть можно создавать наследство фонда не так что человек получил наследство распродал и все потерял помощь на мой взгляд тут надо еще закладывать воспитание когда например воспитываешь своих детей ты должен воспитывать так что чтобы они не относились к деньгам как какому-то развлечению чтобы они понимали что деньги это инструмент это вопрос воспитания еще это исторически потому что у нас была советская власть и и вот это все купечество предпринимательство она исчезла подходы того что нужно самому что-то заработать в прошлом поколении они ушли до нужно было социализм на мой взгляд очень сильно погубил россию если бы не было социализма россия вполне возможно она была бы на первом месте по бизнесу по экономике да много много факторов и вот это вот то что люди не думают сколько земли пропадает в россии без без какого-то ухода без строительства без заборов без грядок аккуратных и так далее это все вот наверное причина того что нету семейных ценностей и семейных каких-то кланов в хорошем смысле не мафиозных а именно вот таких вот идейных когда люди занимаются предпринимать такие люди есть и мне кажется то что двигает наше общество я знаешь я сделаю небольшое примечание что я заметил последние пять лет очень сильно кардинальный мир поменялся людей которые предпринимательстве именно появилось больше то есть молодые ребята которые хотят не ради денег работать вот например как у нас до происходит у меня деньги они имеют место но далеко не первым я к деньгам отношусь как как инструмент и сына например также воспитывает то есть у меня что ты понимал сыну три года он на складе может приколу приехать там палета покатать да вот этой ручной ручным стабилером либо там корзиночки по раскидывать я уже с детства приучаю что работа это хорошо и работа не ради денег а что работа это престижно ты должен жить идеи потому что на мой взгляд если человек работает не горит идея не горит своей работой но несчастный человек он ничем не отличается от крепостного крестьянина который там работает в рабстве да да совершенно верно так и есть и собственно вся идея социализма и коммунизма она как бы философски хорошо и марс говорил что у рабочего пропадает интерес делать вещь лучше вот это вот неприятие появляется к вещи потому что не вид конечный продукт он делает примеру клик колесо автомобиля ему совершенно интересно и поэтому и качество качество продукта она падает до качество продукта это то что предсказывал макс но сегодня есть различные системы того же капитализма выстроенные до который позволяет делать заменить человек очень быстро сделать качественным продуктом системы контроля качества все меняется но тем не менее да вот этот вот элемент есть но это встречается поэтому предпринимателям в россии конечно не очень легко сегодня учитывая нашу ментальность но и не надо думать что где-то за рубежом будет легче потому что люди они есть люди я думаю что в россии со временем конечно мнение людей поменяется у нас большая часть людей но понимать что это пожилое поколение которое вы которое выросло при социализме предприниматели это сейчас не совсем модное слово пытаются сейчас как сделать его модным но нужно время та же сам америка если мы берем то модно быть предпринимателем там каждый второй является предпринимателем согласен да согласен есть такой подход то что модно что-то делать и даже спрашивает да вот все бизнес или воду еду это не что ты сейчас делаешь да я пью кофе или что такое то что-то вообще подделаешь по жизни в россии вопрос чем ты занимаешься или что делаешь по жизни иногда вызывает такой вот не лезь в мою душу ну это наш культурный код да тем не менее в америке это принято узнавать чем человек занимается и люди учатся самопрезентовать себе себя всегда рассказывать чем они занимаются в чем они хороши в чем они плохи то есть это нормальный диалог давай перейдем плавно к тому как стартапером привлечь инвестиции под свой проект как это происходит в америке как происходит в россии в америке например я знаю модно приходить на вечеринку где все презентуют свои стартапы и делиться о своей идее с тем или иным человеками не бояться там что у тебя там что-то стащит где-то там подсмотрят то есть ты презентуешь все аж ты продаешь себя и также там потенциально могут быть инвесторы которые просто одевают обычную можно сказать гражданскую одежду маечки шорты но при этом приходят на вечеринке ищет инвесторов как вот происходит это в россии да но мне кажется это немножко идеализированный подход да то что все ходят и рассказывать про свой проект действительно есть специализированные мероприятия какие-то ивенты как говорить если говорить современным языком туда приходят люди общаются рассказывать про свои проекты ищут друг друга такие комьюнити сообщества да и что мне всегда нравится в этой культуре это пойти на кофе исключительно чтобы поговорить с человеком узнать чем он занимается не с корыстной целью а возможно для будущего какого-то если мы помним ту же известную речь джобса да уже заезжена он всегда говорил что нужно строить точки из которых потом вырастут линии и вот это мне кажется это действительно идеология есть конечно разные люди но у такого прогрессивного населения есть понимание что нужно устанавливать какие-то хорошие контакты с людьми которые могут тебе помочь с твоей идеей либо ты и можешь помочь с их идеей и это достаточно распространенная история в россии мне кажется у нас тоже к этому движется особенно у нас все закрыты есть это культурный код есть такое понятие культурные различия есть книжка мэйр написала о культурных различиях то что действительно есть разные подходы и можно посмотреть в интернете график ховстеда разные культуры разные отличия мы более прямолинейный мы более нордический такой народ и мы меньше улыбаемся это понятно ну не принято то есть улыбаться незнакомцу это наши культурные коды с этим нужно жить это нужно понимать вы это это не то что что-то плохое белое здесь нету черного белого есть серы давай уточним америке открыто принято делиться своей идеей да они не боятся что там дядя вася сегодня попил с ними кофе а завтра он взял их идею выдал за свою они не боятся что дядя вася будет завидовать и вставлять палки колеса и скажи что ты дурак начнем с этого да на любое предприятие здорово тебе все получится давай давай вот этот подход и хотя в голове у человека может быть все что угодно да не всем если мне кажется на бизнес молодость взяли вот эти принципы да совершенно верно эти подходы 60-х годов в америке эти книжки продаются просто у нас это переводит и продолжает распространять не могу сказать хорошо это или плохо но тем не менее сегодня есть в россии пич клуб на арбате не могу просто про них не сказать это люди самостоятельно выделили помещение приходят стартапы совершенно бесплатно вот в такое подвальное помещение прожектор есть прекрасно николай который руководитель этим проектом к нему записывайтесь презентуете свой проект приходят люди различные люди находят друг друга находят там программисты программистов дизайнеры дизайнеров то есть я будучи предпринимателем могу спокойно придется обретим знакоме вас лучше бесплатно да бесплатно и я не знаю к сожалению о других таких вещах я знаю о том что бизнес акселераторы в россии даже высшие школы экономики либо там бизнес инкубатор мгу у них также бывают открытые дни когда приходят инвесторы делают то что называют печь рассказать о своем проекте как стартаперам с регионов найти инвестиции куда идти где искать потенциальных инвесторов если мы говорим про россию то опять-таки говорю в силу того что у нас очень много крупных компаний не только государственных это и телеком и интернет и медиа и все что угодно если у вас есть решение которое может быть им интересно это ваш клиент сидите ищите смотрите разговаривайте так вы получите прочего давай более подробно вот смотри я например делаю кружку так я понимаю что например компания мтс эта кружка очень сильно зайдет потому что здесь я сделаю какой-то супер крутой логотип который не делать никто на рынке какие мои действия если это пубу публичная компания крупная то есть законодательство закупках соответственно обратиться в отдел закупок предложить такое-то условие именно в отдел закупок например мтс до предложить сказать что вот у нас есть такой продукт поняла давай уточним сделать презентацию в формате pdf и отправить до 1 шаг до 1 шаг дальше вы понимаете что вам наверное не ответят вы можете прийти вы можете подарить вы можете сделать бесплатные раздачи кружек да к примеру сотрудникам предложить какую-то промо акцию так и так далее это первый этап второй этап это подумать о лицах принимающих решения то есть это менеджер как правило менеджеры принимают решение исходя из стратегии компании принесет ли это прибыль обществу и либо из личных побуждений принесет ли мне менеджеру это бонус если я скажу акционеру что мы купили компанию которая увеличивает наше конкурентное преимущество хотя бы на полгода либо на новостных страницах и тем самым повышаем чуть уровень развития клиента клиентской базы то акционеру это понравится менеджер получит бонус несмотря на то что этот продукт может быть не суперские с точки зрения стратегии компании но это менеджерские решения это то что называют диссишен мейкинг до процесс принятия решений и многие менеджеры к сожалению играют в экосистему и приобретают стартапы рекомендуют их купить окей как продать бизнес понятно вопрос как привлечь инвестиции если маленькая компания нуждается в деньгах потому что в америке например не принято идти в банк в россии наверно сначала в банк правильно прямо но я бы не сказал конечно люди идут банк банковская монополия везде сильная да но когда вы приходите в банк на вас смотрит говорит классные туфли заложили кто же в залог это американская система да и российская такая же да у нас личные поручительства если вы когда-то сталкивались с получением кредита на бизнес то у вас полы попросить личные поручительства залоги и так далее то подобное плюс дополнительно вас попросят показать финансовый пока показатель рассчитают сами менеджеры банка финансовой и скажут какая у вас и беда должна быть если она ниже то это margin call то есть банк будет истребовать досрочные проценты поэтому достаточно жестко в этих условиях конечно есть акселераторы которые выдают какие-то гранты это государственная поддержка а есть частные инвесторы или как их называют бизнес ангелы либо венчурные фонды вопрос в том как их найти стартапу печица показывать свои проекты и многие сами фонды венчурные рассказывают про то как это правильно сделать какие компании мы инвестируем какой профиль но в целом мне кажется нужно больше развивать то что называется networking pitching то есть уметь презентовать проект и делать проект хороших то есть продажи когда есть три потребность рынка то проект несомненно взлетит но и конечно когда нет никаких нарушений закона когда у вас чисто интеллектуальная собственность когда интеллектуальная собственность компании к примеру вот в таком ключе хорошо как поступить ребятам с регионов у которых есть интересная идея но как найти все-таки этого инвестора как его найти где вот у меня есть проект мне нужны деньги я уверен что он рабочий допустим я вам протестировал там какие то есть первичные показатели там нескольких месяцев например что есть рентабельность в бизнесе мне гуглить какие-то фонды как вот по факту это происходит на практике если говорить про успешные какие-то истории да то скорее всего это раунд как называют его 3f кто-то говорит family friends and fools друзья семья друзья и дураки на который готов вам дать деньги либо family friends and founders то есть друзья семья либо основатели то есть свои деньги это первый раунд когда вы поднимаете компании показывать продукт вы делаете продукт в дальнейшем вы правильно понимаю перебью первые деньги нужно искать в семье в друзьях и в близком окружении до в близком окружении и рейн старт на старт это небольшие деньги то есть это то что позволит вам сделать прототип продукта первую версию может быть вы сами протестировать до протестировать американцы говорят так это свои текуте иногда его называют это уставной капитал оплаченные так сказать потом когда мне ничего нет у меня есть мой под то есть мой труд моя работа я могу ее вложить это тоже стоит денег да на рынке поэтому инвестор которую вы можете найти может заинтересоваться как раз тем что вы проделали готовый продукт который покупают либо готовы купить соответственно вы показываете инвестору во первых то что называется cap table таблица капитализации как вы собираетесь вырастить ваш стартап как вы собираетесь вырастить вашу идею чтобы привлечь больше инвестиций заинтересовать инвестора потому что ваш инвестор почему должен вам дать денег он должен на этом заработать соответственно нужно показать как заработает инвестор это будет договор займа либо это будет доля которую он в дальнейшем продаст такой интерес должен быть у инвестора. Доля прописывается именно в договоре, правильно? Да, да, да. Размер доли. А при этом, при всем в уставных документах делается изменение, что доля инвестора, например, 30%, или это уже переходит на следующий этап, когда пошли деньги? Да. Если говорить про, так сказать, юридически техническую часть, да, давай тогда про это. Начнем с России. У нас самая популярная форма ведения бизнеса — это ООО. Общество граничной ответственности. У нас хорошая упрощенная система, 6%, можно получить налог, да, платить меньше, там, при выводе дивидендов, там, ставка другая. Но, тем не менее, это достаточно удобно. Но минус в том, что любые действия с долей требуют похода к нотариусу. А поход к нотариусу, как правило, сопровождается большими тратами, достаточно большими. Для стартапов это вот так. 2,5-3 тысячи рублей, по-моему, очень большой. Ну, нет. В Москве купли-продажи доли стоит 30 тысяч рублей. Туда включена работа нотариуса, право и технические услуги работы, как это называется. Официально там какая-то ставка, конечно, 2-3 тысячи рублей. Тем не менее, это все тормозит. Привлечение финансов. Поэтому сегодня у нас есть закон о краудфандинге, по которому предлагается создать какие-то платформы, куда люди будут приходить и искать инвестиции. в свои ОООшки, в свои проекты выпускают, так сказать... Это именно онлайн? Да, да, онлайн. Для публичных компаний, то есть компаний крупных, есть биржи. Но выход на биржи достаточно дорогой удовольствие. На IPO. На IPO, да. Поэтому у нас было популярно, когда был крипто-бум, крипто-ICO. ICO, да. Тебе ничего не нужно купить офшорку за 30-40 тысяч рублей и сказать, что... Ну, у нас есть хороший кейс. Евгений Гаврилин, по-моему, да? Блогер тоже. Жизнь Би канал такой. Тоже очень много денег собрали, а потом сдулись и сказали, ну, ребят, извините. Да, ну, это большая проблема, да. Просто потому, что людям дали такую возможность быстро собирать деньги. Люди не зарабатывали эти деньги, я имею в виду криптовалюту манили, поэтому было легко расставаться. Кому-то, кому-то нет. Но, тем не менее, рынок просто взлетел. СОО так не получится. Поэтому это нужно фиксировать каким-то образом, соглашением, либо договор займа. Большой минус российского права то, что у нас до сих пор договор заема не может быть конвертируемым. Конвертируемый заем — это когда инвестор предлагает деньги под проценты. И в момент наступления платежа компания говорит, извините, мы не можем платить, но мы не идем в банкротство, мы выдаем вам акции. Тогда механизм получается изначально какой, если потенциально есть инвестор и есть стартапер. Да. Инвестор готов инвестировать деньги под будущую долю, стартапер, соответственно, предлагает свою идею. Давай немножко уточним, прямо механизм, как правильно это сделать, чтобы не потерять деньги, не потерять время ни одной, ни другой стороне. Да. Первое, что должен сделать стартап либо проект, это закрепить свою интеллектуальную собственность. Не так, чтобы это делал условно какой-нибудь человек где-то там на сайте фриланса и непонятно как. Нужно показать актив, нужно показать интеллектуальную собственность, программный код, нужно необязательно даже товарный знак. Давай конкретно разберем вопрос. У меня вот, например, есть уникальное приложение для телефона. У меня есть инвестор на это приложение. Я должен сначала закрепить интеллектуальную собственность на это приложение. Да. То есть я должен создать ООО. В ООО, соответственно, желательно зарегистрировать торговую марку. Да, товарный знак в идеале зарегистрировать. Далее программный код, который должен быть создан, должен быть создан людьми по договору с ООО, чтобы это было служебным произведением, с обязательным условием отчуждения исключительного права на данный программный продукт, на элементы дизайна, элементы там какие-то аудио, видео и прочее, прочее. Дальше у вас есть актив, который вы обладаете, ваша компания. И вы идете с этим к инвестору. Вы говорите, что у вас... А как мы интеллектуальную собственность защищаем? Вот меня вот этот вопрос интересует. Авторское право защищается и, собственно, существует с момента его создания. А где оно регистрируется? Зарегистрировать интеллектуальную собственность можно посредством регистрации товарного знака, либо нужно понимать, что при создании любого произведения, то ли я открою Microsoft Word и напишу пару строк стихотворения, либо я возьму листок бумаги, черкану и сделаю что-то, это сразу будет мое авторское право, право автора. Я имею право на его защиту. Но чтобы доказать, что это я первый создал, есть различные варианты. Либо государственное депонирование, то есть когда мы в Роспатент передаем код, и в случае спора мы просим государства приоткрыть занятость и сказать, что я все-таки написал вот таким стилем, это мое. Давай точним, именно код, если мы говорим программный код. Да, программный код. Если мы говорим, что я не хочу тратить деньги, государственную пошлину на услуги юристов, но хочу защитить свой программный код, я могу сам распечатать либо записать на диск и отправить письмо самому себе. Таким образом, будет подтверждение того, что именно это я и я создал этот продукт. Электронное письмо имеется в виду? Нет, не электронное, по почте. Лучше по почте, чтобы легче было доказывать. По простой почте, можно курьерской, такое угодно. Ну а как будет понятно, что именно этот продукт содержался в этом письме? В случае наличия спора доказательством будет как раз... Смягчающей причиной? Будет доказательством того, что вы создали этот продукт. Программный код, к примеру. Потому что именно тот стиль, именно то описание, та функциональность. Тут вопрос несколько в другом. А как, например, при спорах доказать, что именно этот код? Если ты отправишь сам себе вложение, это никто не видит? В судье раскрывается конверт и смотрится. А, то есть конверт не открывается? Нет. Конверт остается запечатанным. И лежит в сейфе? Лежит, да, в сейфе. Все это доказательство. Существуют различные сервисы, которые предлагают вам депонировать, но это все носит характер такого же. То есть пойти заплатить 300 рублей на Почту России, отправить самому себе письмо со штампом Почты России, которая не вскрывалась, и храните себя. Это будет доказательство того, что вы первый. Если вдруг у вас кто-то украл. Хорошо. Если мы идем по более дорогому пути, более правильному, если мы защищаем интеллектуальную собственность через органы, сколько это будет стоить? Это зависит от государственной пошлины, от трудности продукта, программного кода. Но программный код – это депонирование программы для ИВМ. Это написание заявки и подачи. То же самое с товарным знаком. Написание заявки и подачи. Совсем другой вопрос, если это, к примеру, какой-то промышленный образец либо модель кружки, к примеру. Здесь нужен патентный поверенный, который, как правило, обладает техническим образованием и может описать продукт для того, чтобы он был патентоспособен, для того, чтобы… Потому что форма кружки, она давно известна, и вряд ли вы ее запатентуете. То есть право на выпуск только такой формы. Но вы можете придумать какое-то интересное устройство и попробовать его запатентовать. Вот в этом случае вам нужен патентный поверенный, который именно разбирается в патентах, потому что там более техническая сторона. Это и патентный поиск, и патентная заявка, и экспертиза. Соответственно, этот процесс более долгий. И если, конечно, здесь речь о каком-то вот таком вот патентоспособном произведении, то необходимо уделять этому внимание. Если у вас программный код, то, конечно, это литературное произведение. Хорошо. Где найти патентного поверенного? Это отдельная организация, либо это юрист? Это, как правило, юрист. То есть люди, оказывающие юридические услуги, но получившие статус патентного поверенного, который могут подписывать заявки и подавать в Федеральный институт промышленной собственности, в Роспатент, так сказать. Можно найти в интернете просто через Google, да? Да, главное проверить на предмет заявок, с каким он работал, потому что... Смотреть на кейсы. Да, посмотреть на кейсы. Кто-то специализировался на одном, кто-то на другом. Соответственно, в данном случае вы можете самостоятельно подать патент на патент заявления. Не обязательно обращаться к патентному поверенному, но если у вас продукт достаточно пересекающийся, сложный с существующими, то, конечно, лучше найти патентного поверенного, который профессионально сделает свое дело, описание, чертеж и прочее, прочее. Вообще здесь подход такой. Кто-то защищает патентным правом, кто-то защищает смешанным, то есть и посредством авторского права, то, что называется копирайт. Кто-то вообще защищает коммерческой тайной и не рассказывает свой секретный напиток, секретный соус, секретный ингредиент, тот же кейс Кока-Колы, да? И слагает об этом легенды. Кто-то просто создает постоянно новые продукты, чтобы уйти от конкурентов. Потому что всегда есть такая вещь, как reverse engineering, то есть переработка, когда из одного можно переделать другое. Немножко улучшаешь продукт, и получается, что у тебя есть новое конкурентное преимущество, и за счет этого ты держишься всегда впереди. Ну, я не говорю про штаны Abibas, которые должны были быть Adidas, они сшиты на китайской фабрике или где-то на рынке. То есть здесь уже смешение использования недобросовестных конкурентов. Хорошо. Если мы вернемся к истории с поверенными, сколько примерно услуги их стоят? Для начала я бы рекомендовал так, обратиться просто к консультации и понять, нужно ли это делать. Кто-то может найти стоимость, к примеру, регистрации патента в Америке за 2000 долларов. Но нужно понимать, что стоимость иногда патентной заявки стоит 40 тысяч долларов и выше. Чем это связано? Возможно, ваш продукт пересекается. Возможно, в их какой-то слишком конкурентной отрасли фармацевтика, табак. Требуются глубокие исследования, которые влияют за собой финансы. Да, финансы и, соответственно, попытки подать на этот патент и получить защиту. То же самое кейсы Samsung и Apple. Они постоянно в судах, постоянно ссорятся как раз из-за патентных проблем, связанных с тем, что каждый говорит, что я первый изобрел, я первый. И, соответственно, у них и отказы, и споры. Потом попытка оспорить патентную регистрацию и все, что связано с этим. Давай сейчас вернемся к вопросу инвесторов. Стоит ли ему делать интеллектуальную собственность на свой бренд либо продукт? Какие гарантии того, что инвестор не возьмет идею и со своей командой не реализует ее? Гарантий таких, конечно, нет. Всегда можно что-то переделать, переработать. Идеи, они витают в воздухе, их защитить нельзя. Но если у вас есть продукт конкретный, который уже реализован, работает, то, конечно, его можно повторить, но это будет затратный метод. Поэтому, может быть, стоит запатентовать, либо защитить свой программный код, чтобы даже ваши бывшие разработчики не смогли каким-то образом скопировать и украсть ваш код. К примеру, в английском, англо-американском, или, как говорят, англосаксонском праве есть такой подход об эксклюзиве. И обычно прописывают условия эксклюзива. Что это значит? Что сотрудник, когда работает в организации, после ухода не имеет права заниматься какой-то деятельностью. К примеру, 5 лет не заниматься в сфере IT. И это вполне рабочая тема. В России это запрещено законодательством, потому что это, по сути, нарушение закона о конкуренции, если для бизнеса, либо для лиц, тоже неоднозначно можно запрещать свободу трудовых действий. Хорошо, значит, патент мы не делаем, если мы стартап. Да, если стартап, можно пропустить. Патент в зависимости опять-таки от продукта. Если вы изобрели суперинновационную идею, то стоит подумать о патенте. Если вы хотите просто для того, чтобы у вас был патент, ну, наверное, не стоит этого делать. Тратить на эти деньги лучше потратить на развитие какое-то другое. Второй процесс важный, когда инвестор вами заинтересуется, вы проявили все свои soft skills, рассказали про проект, сделали хороший питчинг, вас готовы инвестировать, вам нужно показать какую-то интеллектуальную собственность, либо какой-то актив, команду, это на процессе due diligence. То есть, бывает техническая экспертиза, due diligence означает надлежащая проверка. Как правило, подписывается NDA, но NDA во многом это калька с английских договоров, которые, как правило, не защищают интересы, потому что там даже нет предмета. Давай расшифруем ребятам, что такое NDA. NDA это соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. В России оно не работает? В России оно работает, есть составлять правильно, но, как правило, многие пользуются образцами из интернета, которые были просто переводом с английской версии на русский язык, потому что это оттуда пришло. В них нет предмета договора, а у нас основное, так сказать, ну, можно сказать, условие заключения договора, существенное условие, это когда стороны сошлись о его предмете. Зачастую в соглашениях о конфиденциальности, которые я читаю, не вижу предмета соглашения. Стороны будут обмениваться информацией и хранить конфиденциальность. Это похоже на то, что Молотов и Риббентроп пакт о ненападении или там нападении подписали. То есть это декларативные вещи красивыми, пафосными словами описаны. Не имеющие юридические силы. Не имеющие юридические силы, потому что здесь нет санкций, здесь нет мотивации исполнять, здесь нет предмета договора. В любом суде он рассыпется. Тем не менее, есть у нас ответственность в России за недобросовестное ведение переговоров и очень громкое дело Ашана, когда он подстрадал, обещал предоставить склады и не предоставил. Было. Вот на это можно давить. И здесь как раз таки есть второй шаг. Это соглашение, которое носит более джентльменский характер, но описывает шаги сделки. Это то, что называют термшит, либо основные условия сделки, либо письмо о намерениях, либо меморандум о взаимопонимании. Это все один документ с разными названиями, в котором прописываются цели, сделки, что будут делать. Юрист для этого нужен? Привлекают юристы? Или достаточно просто скачать с интернета, подписать, поставить печать, и это будет документ? Вот здесь как раз таки лучше привлечь юриста, если у вас какие-то сложные корпоративные условия, потому что очень много различных корпоративных, так сказать, заморских терминов из английского права, из корпоративного мира, которые могут быть непонятны. право первой продажи, что-то подобное право первой ночи, когда преимущественно право у акционера есть на покупку акции человека, который выходит из общества. Есть различные вещи с опционами, колл, пут, есть различные условия эксклюзива, о которых мы говорили, о неконкуренции, о разделе продукции и так далее. То есть все эти условия зачастую прописываются изначально, и в дальнейшем, когда стороны подписали это, так сказать, джентльменское соглашение, при условии, что там нет ответственности за недобросовестные переговоры. То есть когда я сказал, я покупаю, 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 а потом говорю, извини, я пошутил, условно говоря. и выхожу из сделки, а другая страна понесла убытки, авиаперелеты, презентации, каворкинги. То есть если есть ответственность, то дело может не рассыпаться в суде. Если ответственности нет за то или иное действие в договоре, то дело рассыпается. Правильно? Да, как правило, потому что говорят, что в России часто в договорах пишут, другая сторона обязана возместить убытки. Точка. Но это то же самое, что сразу человека послать, я извиняюсь, на три буквы, потому что убытки еще доказать надо. А какие у вас убытки? Зачем так прописывать такие пространные декларативные фразы, если они не будут работать? Нужна конкретика. Нужна конкретика. Либо определить штраф в форме неустойки, либо заранее оценить эти убытки, либо... И прописать их соответствующим образом в договоре. Либо сразу прописать ответственность за недобросовестное ведение переговоров, когда я обещаю 1 июня выйти на сделку, а не выхожу, потому что я не могу, потому что мне не пришли документы, потому что я не захотел что-то делать. Вот здесь есть ответственность. И тогда это джентльменское соглашение перерастает в более такие обязывающие узы, но не до конца. И уже третий этап, первый NDA соглашения о конфиденции, условия о сделке, третий этап, это уже документация по самой сделке. Это либо договор купли-продажи, либо опцион, либо конвертируемый заем, либо что-то еще, по которому инвестор предоставляет денежные средства. И четвертый этап очень важный, это корпоративный договор. Все наверняка слышали историю, как Стив Джобс когда-то работал над своим продуктом, и в конце концов его лишили и должности, и всего, потому что он... Боцеллофильм, наш вот эту историю. Почему так произошло? Потому что корпоративный договор либо отсутствовал, либо не было прописано условия. Корпоративный договор это договор за пределами устава, который заключается между акционерами исключительно. В отношении компании, иногда компания тоже участник этого договора. Согласно этому договору стороны обязуются делать те или иные действия, голосовать, предоставлять права. К примеру, если в вас инвестирует фонд, скорее всего, фонд скажет, что пять лет у него будет право назначения генерального директора общества, либо там непропорциональное распределение дивидендов, когда не всем 50 на 50, а фонду больше сначала, первые несколько лет. Дополнительно к этому также прописываются различные условия в случае рейдерского захвата, в случае каких-то конфликтов. Потому что, к примеру, мы с вами договорились о том, что мы будем приобретать третий актив когда-то, завод, к примеру, или участок для расширения бизнеса. И вот я нашел покупателя, продавца, мы готовы купить, у нас есть в обществе деньги. Прихожу к инвестору, слушай, подпиши, пожалуйста, бумагу, это решение об одобрении этой сделки. И второй акционер говорит, я не хочу, я передумал. тогда мы говорим, что мы в корпоративном договоре договорились это сделать. Ты должен подписать. У нас есть такое условие, третий шаг сделки. Что делать в таком случае? Идти в суд это плохой вариант, потому что лучше плохой мир, чем хорошая война. в таком случае есть механизмы, которые прописываются в корпоративном договоре. Например, обязанность с другой стороны продать долю в случае, если она нарушает, если она создала тупиковую ситуацию, она длится долго и общество заблокировано. Если там страна передает свои акции третьему лицу, который не согласован, не должен стать акционером. К примеру, конкуренту. Мы договорились 5 лет не продаваться конкуренту. Вот это все прописывается в корпоративном договоре. Ну и возвращаясь к американской модели развития стартапа и общества, очень важно мотивировать сотрудников. В России так делают. Это называется опционные программы. Но, как правило, в публичных... Когда каждый сотрудник является частью акционера. Да. Это когда сотрудник, работая, понимает, что он в конце концов получит какую-то долю в этом проекте. И он станет акционером. Это не бонус. Давай уточним. Станет акционером или он с момента работы уже начинает... Нет, станет акционером. Это называется вестинг. В России, как правило, в мелких предприятиях это не популярно, но в стартапы это вживают. Потому что то, что я вижу из практики, стартапы, как правило, когда речь о выделении кому-то акций, долей, да, своего общества, либо продажи, они как-то немножко зажимаются. Они говорят, нет, я не отдам. Это не принятая для России форма абсолютно, но я уверен, что 5-10 лет все поменяется. Да, потому что американская модель называется еще дисперсной. Дисперсной, то есть распространение. посмотрите на Facebook, на General Motors, у семьи, у Ford, у всех остается по 40%. Остальное на бирже, остальное у людей, у инвесторов, потому что они несут деньги. У меня нет цели хранить 100%. У нас, наоборот, олигархи, эти люди, как правило, хранят 99%, условно говоря, и все листинги, которые у нас были на британских, на нью-йоркских биржах, как правило, во многом завершились д-листингом. То есть, когда акции там закрылись, компания вернулась в Россию, сказал, мы больше не листимся на зарубежных площадках, потому что акционер хочет концентрировать дальше свою собственность, выстраивать семейный бизнес и так далее, и то подобное. Поэтому листинговые программы стоит делать, стоит делать, наделять опционами сотрудников, появляется мотивация, появляются более такие ясные цели, стратегии компании, миссии, проясняются. И, конечно, они под условием. То есть, не так, что вот завтра вы получите столько акций. Если вы проработаете, допустим, 4 года, 1 год, то, что называется клипом. Если вас не уволят. Да, если вас не уволят по каким-то причинам. Либо это условие может быть таким, что если вы достигнете определенных показателей эффективности, KPI по-английски, да, когда вы их достигаете, вы получаете долю. Это, как правило, более сложная модель, но она работает. К примеру, договорились три фаундера, что один дизайнер, другой разработчик, четвертый продажник. И вот каждый себе задачи написал, и в зависимости того, кто что сделал, он получает свою долю. Конечно, всегда в стартапе нужен человек, который продает и продвигает тему, то есть, который общается с инвесторами, как-то помогает. И многие стартапы, конечно, грешат тем, что они не привлекают их людей, они боятся рассказать свою идею. Ну, потому что я просто-напросто могу украсть. Да, да, ну... Идеи очень много и сложно их воплотить. Идея имеет вес только тогда, когда она превращается уже в какой-то продукт. Да, да, совершенно верно. И вот эта модель как раз-таки мотивации, мотивационных программ стоит развивать и в России, в принципе, каждому стартапу не жалеть своих долей. Некоторые для этого идут в специальные юрисдикции, там, в Америку, там, еще куда-то в английское право, где легче реализовать вестинговые программы. То есть, опционные, без нотариусов и прочих-прочих расходов. То есть, автоматическая реализация. Ну, Сергей Полонский, который выстроил Мирекс Групп, всем известная корпорация, с чего началась Москва-Сити, он сейчас активно пропагандирует эту идею, что, ребята, наделяйте своих сотрудников долями в своих компаниях. Увидите, какой будет результат. Не надо этого бояться, потому что, когда сотрудник работает на работе, это одно отношение. А когда сотрудник понимает, что он часть этой работы, часть этой системы, отношение совершенно другое. Его не надо мотивировать дополнительно, там, какими-то деньгами, там, сидеть, смотреть за ним. Будет работать на результат. Совершенно верно. Причем, если вы посмотрите на публичные компании, то, как правило, сотрудникам выделяют специальный класс акций. Бывают обычные акции, бывают акции с разными правами, допустим, классы А, Б, С. И сотрудникам выделяют специальный какой-то класс с меньшими правами, либо с правами только получения дивидендов, то, что заинтересует сотрудников. Либо, если это компания, которая листится, это американские депозитарные расписки выдаются, либо глобальные депозитарные расписки. Это уже ради сийского общества, компании, но через брокер. Это очень популярно. Я знаю много IT-компаний, которые сегодня это ввели для своих сотрудников, рядовых сотрудников. То есть, это даже не C-менеджмент уровень, да, по А, Б, Ц, если шкале, а достаточно просто люди, которые работают там долго, достаточно долгое время, предлагается бонус. То есть, иными словами, уборщица может получить часть акций, компании. Ну, наверное, если она знает миссию компании наизусть, стратегию компании, вот, наверное, да. Почему бы нет, если это человек, часть команды и достаточно необходима. Окей, продукт придумали, продукт защитили, нашли инвестора, сделали сделку. Сделали сделку. Вопрос, дальше, как зарабатывать деньги? Дальше, дальше наступает такой период, нужно понимать, что всякая сделка слияния поглощений, это, ну, наверное, я не видел такого, что вот платеж должен быть там первого числа, и первого числа сто процентов суммы упали за долю. Это если какой-то супергорячий актив, и люди готовы купить, и куча конкурентов. Горячий пирожок. Да, горячий пирожок люди покупают, прям готовы там наличными привезти к вам квартиру, поднять с бесплатной доставкой замка. Но обычно это то, что называется пост-клоузинг, то есть после закрытия сделки какой-то период. Если это крупная компания, то любой покупатель либо инвестор не говорит, что да, я вам верю, ребят, классные показатели, классная бухгалтерская отчетность, это действительно так, и бизнес зарабатывает деньги. Берут какой-то промежуток времени и говорят, что если это в договоре прописывается, не будет выручки такой, которую вы написали, то мы вам минусуем из той цены, которую мы обещали вам дать. Либо если что-то заработаем сверху, мы вам добавим это в цену и вернем, потому что это ваша прибыль, которая сформировалась на конец финансового года, а мы купили в январе, то до апреля у вас должны были дивиденды, но вы их не получите, мы вам отдадим. Это в том случае, если показатели превысили? Да, если превысили. То есть это различные коммерческие условия. Опять же, это все прописывается в договоре? Да, в договоре. Поэтому обычно договоры, если это бизнес покупает такой толстый. Жирный бизнес и жирный договор. Поэтому обычно если речь о покупке крупного бизнеса либо какого-то жирного бизнеса, говоря таким простым языком, то обычный договор бывает тоже жирный, толстый, в котором прописаны все условия достаточно детально. Бывает так, что предприниматели заблуждаются, обманывают, либо не договаривают о каких-то условиях. В таком случае у нас в российском праве тоже есть такой механизм заверения об обстоятельствах. Я крайне рекомендую его использовать и возмещение потерь. Почему? Потому что приобретая бизнес, вам могут рассказать менеджеры по продажам либо консультанты все что угодно о том, что он генерит прибыль, что активы принадлежат тому-то, что никто его не обберут, что я вчера купил это право аренды и я обещаю, что все будет хорошо и никто ничего не придет за этим активом, за этой собственностью, за этим кодом программным. Но тут случается история, что кто-то приходит. приходит и выдвигает претензии. выдвигает претензии, совершенно верно. Если у вас есть условия о возмещении потерь, есть такая статья 406.1 Гражданского кодекса о возмещении потерь, она работает между коммерческими предприятиями, между предпринимателями. Если вы это прописываете, то вы определяете сумму претензий. К примеру, если ко мне в течение года приходит налоговая, потому что вы когда-то недоплатили либо где-то жульничали по валютному регулированию, по налогам, то вот эту сумму претензий я вычту из суммы последнего платежа. Либо мы говорим о том, что компания при продаже гарантирует инвестору, что вот эти активы были надлежащим образом получены, зарегистрированы, что сайт не подвергся, к примеру, пессимизации в поисковиках, потому что его поднимают теперь новые активы на SEO-продвижение. Либо продукт действительно разработан кем-то и там неиспользованы открытые фреймворки GitHub, чем часто грешат предприниматели, либо открытые бесплатные лицензии Яндекс.Карт, которые на самом деле не бесплатные, за них нужно платить, и теперь Яндекс.Карт выдвигает нам претензии. Вот чтобы вот этих рисков не было, делается дью-диллидженс, и на основании дью-диллидженса все риски, которые есть, заполняются в договор. И в случае их реализации, потому что риск это понятие эфемерное, это управление рисками, оно может наступить, а может и нет. Если не будить спящую собаку, то есть не ходить в налоговый орган, не стучать, скажите, а мы заплатили все, а вот точно все, то возможно она не проснется. Поэтому... Но она может и проснуться. Она может и проснуться. Это приведет к потерям в компании. Это приведет к потерям. И поэтому юристы, как правило, хорошие юристы об этом знают, и они всегда принципиально говорят, прописываем это в условии. Если этого не будет, этого не будет всем хорошо. Если это будет, то, соответственно, кто-то пострадает. Потому что много бизнесов создавалось в 90-е, и мы знаем, как приобретались те или иные активы, и мы видим, что даже через много-много-много лет всплывают эти истории, когда Березовский Абрамович судится по английскому праву, потому что у них был корпоративный договор подчиненный английскому праву, и они судились по спорам 15-летней давности, условно говоря, 20-летней давности. Но это имеет место быть, и это реально работает, как вы видите. Окей, значит, компанию продали, деньги получили, компания развивается, все классно. Вопрос следующий по юридической части. Почему все бегут судиться в Лондон или судятся в России? Да, и, наверное, дополню этот вопрос, почему все-таки инвесторы любят английское право. Есть стабильность судебной системы, есть прецедентное право, то, что называется прецедентное право, когда судья выносит свои решения на уже существующих каких-то паттернах, то есть образцах, исходя из своей практики. И мы понимаем эту практику, она не меняется с линии партии. В этом есть уверенность у сторон. Это первое. Второе. Английское право достаточно гибкое в силу того, что оно развивалось в таком капиталистическом мире очень давно, не кодифицированно, то есть оно не писано, нету ни кодексов, как правило, ну, общее понятие такое. И, соответственно, можно делать различные истории, различные схемы, конвертируемые займы, опционы, американские модели сейф, это договор будущей продажи доли, которой еще нет. То есть эфемерные вещи можно делать, и они подлежат защите. Хотя, ну, не совсем так. Иногда вещи новые не подлежат защите, но все-таки уверенность инвесторов в том, что по-английскому право их защитят точно, она есть. Какой минус в этом? Английское право и разбирательство в Лондоне могут позволить себе экстра богатые люди. Скажем так, сегодня, да, либо действительно состоятельные люди. Потому что стоимость разбирательства очень-очень дорогая. Стоимость хорошего юриста, солистера, баристера, как они называют в Лондоне, обычно 700 фунтов в час. На первом этапе, где-то полгода, даже год, идет только подготовка к судебному процессу. Судебный процесс в России очень дешевый. И при этом английское право, оно работает в России. Здесь очень тонкий вопрос, потому что я вижу часто ошибки юристов, которые между гражданами России делают английское право, там, право Сингапура, у меня волосы-то дыбом, потому что можно не исполнять это решением. Есть российское, просто потому что мы граждане. Но если ты не исполнишь решение, например, английского права, то он у тебя на территории Англии, например, и Евросоюза могут наложить аресты, либо там... В Англии, да, да. Поэтому, соответственно, кейс Березовского и Абрамовича, он был показателен, потому что все хотели явиться в суд, и там Павел Дуров сегодня явился в американский суд, потому что он понимает, что у него деятельность международная, ему не нужны проблемы. Но в России так делают, если вы хотите использовать английское право, как правило, все идут на Кипр, либо в какую-то иностранную юридикцию, где используется английское право. И там заключается сделка. То есть акционером российских активов становится к примеру кипрская компания, и там заключается сделка по английскому праву. Сегодня спрос на английское право немножко упал. Это вызвано тем, что стоимость сделок возросла именно на расходы, да, потому что это дороже по английскому праву. В России появились механизмы, некоторые те же заверения об обстоятельствах и возмещении потерь, которые я сказал. поэтому можно делать в России сделки с определенной долей спокойствия, но тем не менее кто-то создает сделки за границей в офшорных юридикциях, потому что опасаются рейдерства. Это действительно проблема, к сожалению. Именно Россия на данный момент. Да, 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 потому что выводя активы, вы выводите их из-под глаз рейдеров. Они не могут влиять на ваших директоров, не могут видеть, что там происходит в компании, не видят ваших акционеров, и многих это защищает. Многие как раз страдают из-за этой достаточно чистой прозрачной активности, и бизнес это понимает и уходит в офшор. Ну, тот же Кипр, насколько я знаю, сейчас открыл информацию о гражданах, являющихся учредителями этого компаний. Латвия, такая же история. Да, мир стал прозрачным, тема с офшорами заканчивается, но речь про офшоры, которые использовались в неблагоприятных целях, то есть для сокрытия доходов, для отмывания денежных средств, финансирования непонятных проектов, то, что запрещено. Поэтому в этом плане это хорошо. Либо когда деньги бедных стран перечислялись в какие-то офшорные государства и там тратились определенными людьми, здесь определенный минус этого всего и это становится прозрачно. Но легально использование офшоров как механизма сделки достаточно очень распространенная история, достаточно очень нормальная история, никто не пугается этого, конечно, если вы не делаете на каких-то странных островах, о которых мало кто слышал и которые не отвечают никаким государственным органам и так далее, никаких договоров международных. Но у предпринимателей есть выход. Если есть одно лицо иностранное по, к примеру, английскому праву, можно судиться в коммерческом суде при торгово-промышленной палате. В России, как правило, предприниматели, которые боятся за то, что, иными словами, у них просто отожмут бизнес, практикуют введение в уставную капитал либо в учредительный состав иностранного гражданина либо иностранное юрлицо. Потому что в таком случае, если какие-то рейдерские захваты, если вопросы со стороны органов, то меньше хотят отбирать, отжимать, если у тебя есть иностранец. Как вот ты скажешь с юридической точки зрения? Ну, вопрос не то, что меньше хотят отбирать, просто меньше доступа к информации, меньше рычагов влияния. Это действительно так. Но в любом случае тут уже вмешивается консул. Если приходят всех, кладут лицом в пол и забирают последние носки, то ты можешь идти к консулу, а с консулом не все хотят иметь дел. Вы можете идти к консулу, если вы иностранный гражданин. Если вы гражданин России и скрываетесь так называемой матрешкой, то, что юристы называют, то есть создаете несколько компаний, за которым скрываете собственников, усложняете структуру, давление, то здесь немножко другая история. Тем не менее, мы знаем кейсы, когда аэропорт Домодедово принадлежал долгое время лицам, о которых никто не знал. это траст на Британских и Горьгинских островах. И только когда следствие возбудило уголовное дело и вот этого человека привлекли какую-то ответственность, и, соответственно, человек раскрыл трастовые декларации и сказал, что он собственник этого аппарата. Но реальная картинка такова, что сегодня раскрыть собственников можно, но не во всех юрисдикциях. То есть в некоторых юрисдикциях есть схемы траста номинального владения, когда полностью юрисдикция закрыта, а трейдерство это действительно спасает от какого-то. Но если люди знают, что человек в России, конечно, здесь немножко другой подход, немножко другие механизмы должны работать. Ну что, Рустам, данные советы, я думаю, помогут как минимум мне, как максимум нашим подписчикам сделать из маленьких компаний большие, тем более сейчас самое то время, когда можно развиваться, время больших стартов. Благодарю за визит. Да, спасибо. Ребят, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, пишите в них вопросы, мы для вас будем стараться делать контент еще круче, еще качественнее, поэтому комментарии, подписочка, лайк. Делайте бизнес, развивайтесь, договаривайтесь не в судах, а на берегу перед заключением сделки. Пока-пока. Пока. И ты, который подбердывал три часа за нами, тоже. Пока-пока.